Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 12 июня, 6 утра. Я вот иду в уральскую теплицу доделать начатое. Вчера я говорила, что я там подвязывала, посынковала, оформляла вот эти поливные луночки. И как раз хочу рассказать, как я поливаю свои томаты в теплице, потому что очень-очень много вопросов. Каждый день приходит вопрос, как поливать. То ли каждый день, то ли раз в неделю, то ли два раза в неделю. Я расскажу о своем поливе. Вот в очередной раз сегодня утром прочитала вопрос Ольги Ковалевой. Подскажите, как часто поливать томаты в теплице? Сейчас у нас она в Твери. Жара, быстро сохнут. Надо поливать каждый день, но тогда они растут как сумасшедшие. Вот я из-за жары вчера не доделала. Сегодня пришла доделывать. Я вот одну сторону обработала. Ну, как всегда, сразу делаю и прополку, и нижние листья удаляю. Вот эта сторона уже пришла у меня в порядок. Вторую сторону сейчас буду доделывать с утра пораньше, потому что днем у нас очень-очень жарко. У меня вчера не хватило сил терпения этот весь лес дебри обработать. И вот про полив. Смотрите, мы всегда читаем, что полив должен быть редкий, но обильный. Но у всех у нас разные условия, и я всегда говорю, что в теплице и в открытом грунте различается. И даже в теплицах, как сказать, у разных людей одним нужен более частый полив, другим более редкий. От чего зависит? Конечно, от погодных условий. Вот у нас стоит жара, и про открытый грунт я сказала, что там ночью поливает, днем жара, стоит солнце. Они растут такие довольные, но тут нам дождь не помогает, и тут мы должны сами регулировать. Это вот как раз та теплица, куда мы поставили этот куб, и где капельный полив. С капельным поливом тоже нужно рассчитывать и немножко подсчитывать. Я вот весь куб не могу сразу сюда вылить. Я поливала позавчера, перед тем, как прийти обрабатывать, потому что вот эти луночки, чтобы немножко подрыхлить, нужно, чтобы грунт был влажноватый. С сухим грунтом ничего не получится. Вот видите, я прошлась, и все лунки немножко как бы разбудоражило тут землю, чтобы у них была воздухопроницаемость. Мне нравится, когда после обработки пройдешься, такие луночки, все аккуратненькое, все чистенькое. Ну, на неделю, дней на 10 здесь я порядок навела, а потом опять здесь все зарастет травой, конечно, снова. Ну, вот про полив. Смотрите, я полила 500 литров. Я уже высчитываю, что примерно вот в такой период, в период цветения и плодообразования, я примерно 4 литра за раз выливаю. А сколько дней выжидать до следующего, я смотрю. И, как я сказала, все зависит от погоды. Если стоит жара, то мне, возможно, раз в неделю даже не хватит. А, забыла сказать, что стандартный полив рекомендован раз в неделю. Но, опять же, как стандартный, где этот стандарт, при какой температуре, при какой структуре почвы. Вот песчаные почвы, вода уходит туда быстро вниз. Мы на берегу реки, у нас город, и у нас основная песчаная почва. Ну, сколько-то здесь, конечно, нанесено, привозной, дерновой, но все равно у нас песчаная, и у нас вода сильно не задерживается. И вот почему я говорю, что, когда спрашивают, сколько поливать раз, никто вам не ответит на вопрос, пока вы сами не разберете структуру почвы своей, температуру, и вообще многое-многое влияет на это, и еще фазу развития вот этих растений. Ведь маленькие растения, вот у меня они большие, там уже, видите, и плоды уже некоторые завязываются, вот они висят, и активное цветение, вот в этот период нужен самый обильный полив. То есть в этот период вот такие взрослые растения, они очень много им надо воды. Ну, и еще, конечно, когда они наливаются, когда еще будет больше вот этих плодов, вот сейчас, примерно в течение месяца, им нужен будет у меня, моим, вот обильный-обильный полив. Потом, как только они сформируют вот эти плоды того размера, который должен быть, мы полив должны сокращать. Так что, если разбирать вот о поливе томатов, мы учитываем все. Учитываем, какая у вас почва, учитываем, какая у вас температура. Если температура 25-30 градусов за портом теплицы, ясно, что здесь будет земля пересыхать очень быстро, и раз в неделю будет мало. Ну, и каждый день их поливать нельзя. Короче, учитываем, что я сказала, почву, учитываем температуру и учитываем фазу развития растений. Или оно молодое, маленькое, нужно мало ей воды, или оно вот такое огромное. Вы посмотрите, какая зеленая масса большая. Конечно, тут испарение. Вот это вот, когда жарко, с листьев, конечно, все это испаряется, и они должны подпитываться. И вот эта фаза развития растения, какое оно взрослое, или оно старое, уже с поспевающими плодами, или молодое. Мы это тоже должны учитывать. Я вот вылила 500, примерно по 4 литра на каждое растение. И я буду смотреть на погоду и на состояние грунта. Я же всегда захожу, посматриваю. Я вот, когда перед тем, как полить позавчера зашла, думаю, о, уже подсохло. Но если верхний слой подсох земли, это не значит, что сразу нужно бежать поливать. Нужно немножко все-таки, как я всегда говорила, вот был бы он сухой, например, туда маленько разгребите, и бывает, что там влажно, а только верхняя вот такая вот, ну, чуть обсохнет грунт. Потому что томаты, это не огурцы. Им частый, особенно ежедневный полив, он им тоже не нужен. Ориентируемся так. Ой, извиняюсь. Рано я только встала, еще не это. Стандартный раз в неделю, если сильно жарко, два раза в неделю. И если вы польете хорошо и обильно, то за два дня у вас не высохнет грунт полностью. Два дня на третий поливаете. От ежедневного полива я, конечно, советы давать не могу, но я бы отказалась от ежедневного полива. Если каждый день и помаленьку, это для них плохо. Лучше два раза в неделю и обильно. Вообще, конечно, все это мы учитываем, мы подходим. Особенно днем. Вы заходите, вы смотрите, какая здесь температура, насколько просыхает глубоко или нет грунт. Я вот знаю, что я вылила эти 500 килограммов, литров, или как вы здесь купите, 500 литров, и я три дня уже не буду даже проверять, сухо здесь, не сухо. Я знаю, что на три дня этого количества воды точно хватает. Через три дня я зайду и посмотрю, насколько высохло все здесь. Дорожки, конечно, у меня не политы, нужно смотреть вот эти вот прикорневые вот эти кружки, все. И тут же сидят у меня баклажаны. Точно так же, что перцы, что баклажаны, что томаты. Но перцы и баклажаны, их я почаще поливаю, потому что они у нас не попали под капельный полив. Сидят здесь просто сбоку. Леечкой поливаем. А здесь, если я вижу, что высохло, я просто включу капельный полив, и еще на три дня они будут обеспечены влагой. И еще одно дополнение, когда я сказала, что зря посадила, высадила в одну теплицу томаты с разными датами посева, то есть разного возраста. Тут может крыться такая, как сказать, ну неприятность, что томаты в разной фазе развития, они требуют разного количества влаги. И если вот этим вот, которые, видите, у меня уже сформировались, уже начинается созревание, я им уже должна бы убавить немножко количество воды, потому что мы знаем, что если вот такие томаты поливать прям сильно обильно, они могут начать растрескиваться. Но так как у меня здесь есть и более поздние, которые только начинают сформировываться, и вот в таких случаях мы упираемся вот в эту вот проблему, как поливать томаты. Но тут уже мы, каждый решает сам, или угодить вот этим, сделать немножко поменьше полив пореже, или угодить тем, которые еще молодые, и которым полива столько не нужно. Тут я сама каждый день захожу и гадаю. Вот вроде бы уже земля сухая, можно было бы полить, сегодня включить полив. Но вот этим-то было бы хорошо, если пореже поливать. Вот такие нюансы с поливом. Лучше всего томаты разных сроков посевов не высаживать в одно и то же. Вот такие, если которые уже спеют и бурые, им сейчас совсем не нужно влаги, по-хорошему-то, но очень-очень мало. Все, до свидания. Вот и думайте, как поливать. Лучше всего, чтобы все были однородные, как вот в той уральской теплице у меня.